С вами снова канал VideoNews и мы продолжаем публиковать серию видео обо всем интересном вокруг нас. Сегодня в данном видео по просьбе и подсказке одного нашего уважаемого пользователя, мы постараемся рассказать вам об объекте, который уже официально нарекли собственным именем. Вполне возможно, что скоро оно станет не только нарицательным для других подобных объектов, но и отдельным понятием современной астрофизики и космологии. Речь в этом видео пойдет об объекте Гамильтона и о том, что с ним связано. Отметим, что и на этот раз не обошлось без гравитационного линзирования, явления предсказанного еще Альбертом Эдиштейном в положениях его знаменитой общей теории относительности и подтвержденного уже сейчас современной наукой множественными обнаруженными примерами. Лишний раз напомним тем, кто смотрит наши выпуски впервые, что гравитационное линзирование происходит вблизи сверхмассивных объектов, которые способны изгибать и разделять цвет, увеличивая и искажая изображение объектов заднего плана. Однако в случае с объектом Гамильтона есть особая изюминка, которая выделяет его из общего числа уже ставших обыденными гравитационно линзированных объектов. Попробуем ее сформулировать в рамках этого видео, но обо всем по порядку. Началось все с того, что космический телескоп НАСА и ЕСА-Хаббл запечатлел в направлении созвездия Водолея на примерном прямом восхождении в 22 градуса 30 минут и 10 секунд, при южном склонении в 8 градусов 10 минут и почти 18 секунд, не каталогизированное в ту пору сверхскопление галактик, а также несколько изображений, которые предположительно относились к одному далекому гравитационно-линзированному объекту заднего плана. Забегая наперед, скажем, что со временем сверхскопление переднего плана, которое выполняло роль гравитационной линзы, все же исследовали и каталогизировали в каталоге Славановского цифрового небесного обзора под языколомательным обозначением SDSS J223010.47-081017.8 и определили расстояние до него примерно в 7 миллиардов световых лет или же 2,15 гигапрсека при красном смещении 0,62. Что же касается, так сказать, сопутствующих изображений, запечатленных Хабблом, то тут на помощь пришли спектроскопические исследования в обсерваториях Джемини и Кек на Гавайях, что помогло астрономам подтвердить их фоновость и отождествить их с одним линзированным галактическим объектом заднего плана, лежавшим на красном смещении 0,82, удаление которого от нас составило по меньшей мере 11 миллиардов световых лет, что составляет около 3,4 гигапрсека. Данный объект представлял собой, как пишут научные источники, конковатую спиральную с баром перемычкой галактику с сегментарно бушующими в ней процессами звездообразования. Скорее всего, центральная сверхмассивная черная дыра в центре этой галактики дает жизнь квазару, признаки которого отчетливо наблюдаются на имеющихся снимках. Благодаря явлению гравитационного линзирования, свет на нее преломился и усилился минимум 2,5 раза, сформировав три ее искаженных изображения. Если в отношении первого изображения вопросов не было никаких, то в отношении двух других их было хоть отбавлять. Они представляют собой как бы зеркальное отображение одного и того же объекта, но не разнесенное вокруг гравитационной линзы, а компактно расположенное друг напротив друга, что и делало этот объект исключительным среди подобных ему гравитационно линзированных. Первым, кто обнаружил на снимках эту аномалию, а также одним из второго ее исследования стал астроном из государственного университета Шони Тимоти Гамильтон, в честь которого данные объекты получил сначала неофициальное, а потом и вполне применяемое в научных источниках названия. Поначалу предполагалось, что второе и третье изображения являются одним, и далекая галактика заднего плана имеет два активных ядра, однако подобное не совсем описывалось в существующие модели, да и первое изображение не подтверждало этого. Долгое время такое положение вещей было для ученого мира нерешаемой загадкой. И так, по сути дела, было до 2 сентября 2021 года, когда в ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества не была на этот счет опубликована статья группы ученых, включая самого Гамильтона, которую возглавил профессор Гавайского университета Ричард Гриффитс. Как считают авторы научной публикации, удивительно зеркальное и симметричное относительно друг друга второе и третье изображения от линзированной галактики дальнего плана имеет место благодаря огромным скоплениям темной материи, которая буквально окутала линзирующие сверхскопления. Гигантская концентрация, неведомая пока что науке темной материи, создает эффект искривления и колебания окружающего пространства времени, через которое проходит свет от галактики с заднего плана. Эти колебания представляют собой своеобразную рябь, подобно небольшим волнам на поверхности воды. Эта рябь и удваивает гравитационное изображение одного и того же светового потока, подобно рябь на воде, которая делает то же самое для нас как наблюдателей с изображением предмета, лежащего на дне. Если образно выражаться, то галактика заднего плана, то есть в данном случае объект Гамильтона, колеблется для нас вместе с тканью космоса. Конечно же исследования этого объекта и подобных ему должны быть продолжены, поскольку они вполне могут пролить больше света на загадочную темную материю, которая вроде бы и есть, но обнаружить себя земным ученым пока что не позволяет. Наверняка удвоенных или же даже утроенных благодаря рябе пространства-времени изображений гравитационно-линзированных объектов в космосе может быть много. Может быть даже некоторые из них уже запечатлены все тем же Хабблом или же другими телескопами на снимках. Просто ученым необходимо немного прошерстить архивы и присмотреться к имеющимся фото. И тогда термин и понятие объект Гамильтона, определяющие явление искажения далеких объектов пространственно-временной рябью, запросто станет нарицательным, подобно распространенным ныне таким понятием, как крест или же кольцо Эйнштейна. На этой оптимистически перспективной ноте канал VideoNews благодарит всех вас за внимание и надеется, что все изложенное видео стало для вас полезным и интересным. Смотрите нас в YouTube и далее, ставьте лайки, комментируйте, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями.